Более подробно о совещании, которое прошло в Думе правительства, мы расскажем в нашем завтрашнем выпуске. А сегодня участники окружного совещания побывали на одном из предприятий, перерабатывающей промышленности нашей республики. Сохранить экономический рост в сельскохозяйственной отрасли задача непростая, считают участники совещания. Но вполне достижима, если взять курс на импортозамещение. Ведь не зря в народе говорят, спрос рождает предложение, а потребность в отечественных продуктов сейчас весьма большая. В Чувашии индекс производства составил примерно 108%, а доля сельского хозяйства в региональном продукте более 8%, тогда как в среднем по России 4%. Государственная поддержка аграриев – вот основная тема всех встреч и переговоров. В 2016 году государственная поддержка сельского хозяйства не уменьшится, останется на уровне прошлого года, несмотря на жесткие бюджетные ограничения, которые мы переживаем в стране. Это одна из немногих отраслей, где государственная поддержка из федерального бюджета сохранилась. Это еще раз подчеркивает приоритетное значение сельского хозяйства для нашей экономики. В среднем по стране рентабельность с учетом субсидий на уровне, в целом по стране, на уровне 18,9%, это выше, чем в 2014 году. В Чувашской республике средняя рентабельность тоже примерно на уровне 18%, то есть аграрии сработали хорошо. Специалисты считают, что в условиях непростой экономической ситуации первостепенное значение может играть механизм приобретения сельскохозяйственной техники в лизинг. Не каждый сельхозтоваропроизводитель может сейчас позволить себе купить дорогостоящее оборудование. Россельмаш, Агромаш, Евротехник – полпоставщиков компании «Росагролизинг» внушительный. Ранее в их числе была и наша фирма «Чуваш Агролизинг». И сейчас ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества. Мы готовы работать с абсолютно любыми партнерами, которые соответствуют нашим условиям. В частности, у нас есть напрямую обращение от телекосных товаропроизводителей на получение техники в лизинг. Условия сотрудничества никак не поменялись. Мы на протяжении длительного периода времени не увеличиваем процентную ставку. А аванс и срок договора, если мы говорим о федеральной программе, он устанавливается исключительно из финансовых возможностей хозяйства. Такие механизмы поддержки, как субсидии и лизинг, уже прошли проверку временем. Доверие к ним у сельчан полное.